МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Визитная карточка Анапского археологического музея Горгипе экскурсии под открытым небом не прекращаются ни на минуту. Читайте, ведь русский язык – это одна из производных древнегреческого, поэтому буквы очень похожи. Видите? П, да, первая? Р, А, еще одна буква. Свою историю музей ведет от первой археологической выставки, организованной тоже под открытым небом. Выдающимся ученым Николаем Веселовским в 1909 году. Официальный статус археологического музея заповедник получил лишь в 1975 году. Тогда в Анапе при строительстве обычной многоэтажки обнаружили два удивительных склепа. В одном из них все погребальные принадлежности были сделаны из чистого золота, а в другом... Стены были расписаны фресками. Это уникальная живопись. Третий век нашей эры, пожалуй, древнейшая живопись на юге России. И эти фрески изображали 12 подвигов Геракла. И золото, и фрески можно увидеть в выставочных залах музея. Причем небольшие участки на стенной росписи реставраторы оставили нетронутыми, чтобы каждый мог ощутить дух античной эпохи. А вот этот раритет пока недоступен посетителям. Ему только-только вернули былой вид. Год назад будущий экспонат нашли в строительном мусоре при сносе особняка 19 века. И дистал древней статуи был замурован в стенной кладке. Сейчас в фондах музея около 56 тысяч небовторимых предметов старины. В музее активно используют новые технологии. Например, желающие могут самостоятельно гулять по залам и при помощи обычного телефона получить консультацию аудиогида. В Греции в архаический период пользовались египетской и осиро-мавилонской весовойной системой. Мало кто знает, что в древней Горгипии, расположенной на месте сегодняшней Анапы, проводились масштабные спортивные состязания, посвященные Гермесу. Об этом свидетельствует огромная каменная плита с именами победителей соревнований. Это документ реальный, на котором высечены, даже не написано, эти высечены имена людей, живших реально на этой земле. Такого свидетельства больше нигде не найдено. На территории самого музея поисковые работы не проводятся уже около 30 лет. Говорят, здесь нашли все, что было. Зато уже в ближайшем будущем раскопки начнутся рядом с остатками древнего города. Сначала археологам предстоит откопать продолжение улицы, и только потом начнется исследование прилегающих территорий. Кстати, по мнению историков, в той стороне находился центр древней Горгипи. А значит, там археологов могут ждать ценные находки. Ожидается, что новые раскопки привлекут еще больше туристов. А уже по существующему городищу будет создан виртуальный путеводитель. Изучать предметы античности, найденные в Анапе и ее окрестностях, приезжают не только российские историки, но и их зарубежные коллеги. По словам сотрудников музея, все силы направлены на то, чтобы превратить древнюю Горгипию из туристического объекта в научный центр мирового масштаба. Александр Тюкаев, Александр Брыксин, Кубань-24, Анапа. Фотопортреты стиляк из африканского Конго можно увидеть на выставке в Краснодарском одном театре. Автор работ – итальянец Франческо Джусти. Его герои – представители движения Сейп. С английского языка эта аббревиатура расшифровывается как «Общество импонзантных и элегантных». Фотохудожник попытался передать не только внешний вид, но и образ жизни своих моделей. Республика Конго перестала быть колонией Франции еще полвека назад, а ее жители по-прежнему придерживаются парижской моды. Правда, середины 20-го столетия. Они создают себе образ, придумывают имена, одежду. И надо признать, они не только одеваются в определенном стиле, но и стараются быть джентльменами, что тоже немаловажно. В честь открытия выставки студенты Краснодарской школы искусства подготовили перформанс. В игре света, цвета и пластического танца каждый фотолюбитель увидел себя, ищущего новые формы и методы съемки. В Москве завершился третий международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева. В нем приняли участие исполнители из десятка стран. Отбор, как признаются участники, был очень суровым. Из почти 200 профессиональных вокалистов конкурсу допустили только 14 лучших. Мы гордимся, что среди них оказалась прима Краснодарского музыкального театра Гюльнара Низамовой. Сегодня у нас есть чудесная возможность пообщаться с ней лично. Здравствуйте. Здравствуйте. Гюльнара, скажите, действительно ли было так сложно, как об этом пишут? И что оценивала жюри на предварительном этапе? Ну, как рассказывала Тамара Синявская на пресс-конференции перед началом конкурса, она говорила так, что мы отбирали по следующим критериям. Это должен быть, естественно, качественный голос, красота тембра, владение этим голосом, музыкальность, творческая индивидуальность. Конечно, личная такая очень мощная харизма. К нашему большому сожалению, для вас конкурс закончился в полуфинале. А что произошло? Накануне конкурса я уже приболела. И сам вот этот уже второй тур я пела в совершенно больном состоянии. Очень обидно, но, тем не менее, я показалась. Я не сорвала ни одной нотки, я все спела. Ну, конечно, членам жюри было слышно, что я нездорова. Ну, ничего, жизнь на этом не заканчивается. Точно, жизнь на этом не заканчивается. И для наших зрителей, скажите, в каких проектах мы вас в ближайшее время можем увидеть? 26 октября состоится спектакль у нас «Цыганский барон» в Краснодарском музыкальном театре. Владислав Пьевко привозит к нам в Краснодар звезд российской оперной сцены. И вот в рамках этого фестиваля мы тоже будем участвовать. Я буду петь там две арии. Евгений Онегин в концертном исполнении, где-то, наверное, в начале, в середине ноября. Вот пока такие ближайшие планы. Гюльнара, спасибо за беседу. Желаю творческих успехов. И в завершение главной кинопремьеры этой недели. В прокат выходит продолжение российской комедии «Горько». Первая часть принесла создателям бешеный успех. Стала самым обсуждаемым фильмом прошлого года. И чуть не отправилась представлять Россию на Оскаре. Продюсеры «Горько-2» все те же. Сергей Светлаков и Тимур Бикмамбетов. Неизменен режиссер Жора Крыжовников. Герои тоже в полном составе. Только в основе сюжета уже не свадьба, а поминки. Впрочем, не пугайтесь. Юмор в рамках приличий. На этом пока все. Программу «Артефакты» всегда можно найти и в интернете на сайте kubain24.tv. До встречи.